всем привет друзья меня зовут вилли и так добро пожаловать на мой канал так вчера узнал буквально что я с мая безработный но в принципе условиях коронавируса этого следовало ожидать дело в том что мой трудовой договор как раз заканчивается в апреле я очень сильно сомневался что его будут продлевать вчера позвонил работодателю уточнить на всякий случай а вдруг будут продлевать но мне сказали извините сами понимаете какая ситуация что ну пока что это невозможно как ситуация наладится сказали звонить до узнавай что если люди понадобятся то они обязательно меня возьмут в принципе я работаю в аэропорту у нас все самолеты стоят на земле поэтому действительно работы вообще нету то есть это сейчас галяк но как практика показывает самолеты все равно долго на земле стоять не будут рано или поздно они все куда-нибудь да полетят это значит что появится работа это только всего лишь вопрос времени даже если сейчас все авиакомпании дружно обанкротятся ну рано или поздно просто образуются новые компании так что эти же самолеты просто тупо перекрасят и все будет нормально но я пока годик наверно отдохнул благо я платил зарплаты социальные взносы то есть социальное страхование несмотря на то что я студент что касается студентов здесь то студент германии это самая незащищенная социальная группа специально сделано так чтобы студента можно было легко нанять на работу и соответственно легко его уволить без напряга то есть как бы всем получается хорошо работодатели мотивация вы работодателя есть мотивация принимать на работу студентов но и студенту есть шанс устроиться на работу чтобы как-то подработать но мне в свое время повезло я устроился как бы нормальным соц пакетом грубо говоря то есть я плачу все налоги студенты не платят между прочим налоги но я платил все налоги соответственно социальные взносы соответственно я теперь могу встать на биржу труда и получать пособие по безработице не путать социальным пособием пособие по безработице это разные вещи социальное пособие это получают все то есть это реально социал а пособие по безработице это по сути как страховка который тебе выплачивать в течение года это немножко другое но в течение года я как раз решил сконцентрироваться на свою учебу может быть ну чтобы побыстрее закончить и уже найти скажем так может быть нормальную работу или развивать свою компанию так что посмотрим принципе я особо сейчас ничего не теряют в плане финансово ну буду иметь чуть чуть меньше чем имел до этого да в принципе даже через годик если дальше еще учиться буду ну скажем магистратуру пойду то подработать могу всегда в этом же аэропорту без проблем так что я особо не переживаю сейчас у меня есть чем заняться так сейчас у нас суббота субботнее утро я решил съездить до магазина закупиться но и немножко просто пройкать прокатнуться по городу погода хорошая солнышко светит сейчас доедем до университета где раньше учился покажу вам кампус немножко так краем глаза ну потом поеду в магазин и домой монтировать этот видос так ребята кто не подписан на канал обязательно подписываемся не стесняемся также добавляемся в инстаграм канала в общем подписывайтесь также на инстаграм бит два нижних подчеркивания райдер ну так ух как обогнала знаете несмотря на субботу в принципе и движение так такое масс неожиданно массивная кстати у нас понедельника тут намечаются уже некоторые послабления в стране связанные с этим карантином коронавирусом да то есть открываются магазинчики скажем до площадью до 800 квадратных метров ну и некоторые большие магазины например как мебельные дома также открываются автосалоны мотосалоны потихонечку потихонечку начинает нормализовываться жизнь единственное что меня беспокоит это когда откроются автошколы то есть это для меня сейчас приоритет номер один автошкола потому что я сейчас немножко нахожусь в таком подвешенном состоянии мотоцикл уже заказан оплачен вот-вот должен прийти через пару неделек ну а прав еще нету это конечно очень обидно и неприятно но я думаю то есть у нас еще вторая волна послаблений будет как раз третьего числа то есть правительство решили сделать так то есть каждые две недели собираться смотреть эти тенденции куда будет это все развиваться и уже и принимать непосредственно решение то есть следующая волна новых решений будет как раз третьего числа так что будем надеяться если с третьего числа уже планируют запустить прихмахерские значит я думаю и автошколы там не за горами может быть все вместе и запустят так что ребята все идет пока по плану ну вот действительно пока все идет по плану несмотря на всю эту хрень с коронавирусом то есть сейчас мы уже подъезжаем к району он далем точнее мы не подъезжаем а мы уже в далеме здесь находится кампус свободного университета берлина это один из основных университетов берлина то есть он считается самым-самым здоровым кампусом я вам сейчас покажу просто частичку где я учился непосредственно просто я уже сам здесь давно не было тут ну думаю покатушечку сейчас устрою и заодно поностальгирую немножко дело в том что я здесь проучился два года на факультете физики а потом перешел в другой университет на информатику все-то у меня с физикой не заладилось так тут справа мы видим музей тут какой-то у нас отель да и здание какого конгрессов то есть всякие семинары конгрессы здесь проходят вот слева моя альма-матер это здание института физики вот это вот зданием серая некрасивая да но сделано так интересно там можно заблудиться жесть я до сих пор там не могу ориентироваться хотя в принципе кампус не сильно большой да вот увидите но где внутри все сделано так одинаково что я не знаю там без комп без дпс хер сориентируешься очень сложное здание в плане навигации внутри да давненько здесь не был так сейчас мы будем проезжать здание математиков вот здесь заседает математики и чуть дальше справа будет вот здесь информатика да в общем тут у каждого факультета свои издания блять сука я аж испугался нафиг ты че делаешь так ну в принципе я показал вам только маленький кусочек и теперь поеду в магазин интересно если поставить интересно если поставить прямоток на этот на мопед насколько он будет сильнее и быстрее ехать но делать такое кстати здесь в германии блять это как-то ссыкотно привлекать к себе внимание кстати я за знаете в общем кто ставить тюнячие эти выхлопы для полиции это своего рода как индикатор то есть они смотрят у кого тюнячий и значит велика вероятность что тебя остановят да потому что кстати меня пару раз останавливали на этом мопеде уже за все время что я езжу ну ни разу не отправляли на стенд там измерять что-то даже останавливали у меня даже прав с собой не было оба раза даже не оштрафовали так немножко пожурили ай-яй-яй и все так неплохой райончик здесь спокойный но очень дорогой я бы сказал тут 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 недвижимость стоит бешеных денег то есть тут могут себе позволить только скажем так элита для простых смертных здесь здесь очень дорого так сейчас надо будет какую-нибудь вкусняшку в магазине купить а вечером посмотреть какой-нибудь кинчик интересный на нетфликсе и что-нибудь такого вкусненького перекусить может быть чипсов или каких-нибудь орешков хотя блять чипсы уже немножко надоели надо что-то такое здоровенькое взять для разнообразия так вот у нас тут какая-то станция метро метро у нас в германии точнее не в германии а в берлине очень как оно называется так низкого залегания то есть очень низко и проходит оно как правило под дорогами общего пользования тут у нас посольство какое-то тут вообще много посольств всяких консульств очень много в этом районе там же где я живу там тоже посольство на посольстве на посольстве там полмира посольства все что хочешь так 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 ну слава богу хоть погода налаживается надо будет как-нибудь вырваться в центр города устроить покатушки ну заодно вам показать если вам такой формат ребята интересен пишите в комментариях также если есть какие-то предложения по контенту по форматам тоже предлагайте с удовольствием рассмотрю ваши предложения по возможности замутим что-нибудь так ребята я уже почти поехал подъехал к магазину но внутрь я снимать не буду дабы не смущать народ тут народ как-то на камеру реагирует не всегда адекватно поэтому лучше не будем провоцировать так по друзья я закупился так на вечер я купил себе орешков таких жареных вкусных взял авокадо пару булочек это у меня будет такой сегодня вкусный вкусняшный обед, люблю эти булочки с тыквенными семечками и авокадо, и все это дело с чаем, так что будет зашибись, сегодня обед, ну как вы видите, народ ходит, суббота, машины ездят, в принципе, жизнь кипит как обычно, как и до этого карантина, это радует, да, да, просто сейчас смотрю по телеку, что творится в России, и что-то как-то там немножко перегибают, немножко, да, я бы сказал, сильно перегибают, с какими-то, блядь, пропусками, а что в Москве только творится в метро, это жесть, ну да, хотели, блядь, как лучше, а получилось как всегда, деятели, то есть, чем они думают, они, блядь, эти российские чиновники, они только умеют рапортовать, то есть, все только показуха очковтирательства, вот, вроде как что-то сделали, а что сделали, хер его знает, только вредят больше, чем пользы от них. Так, ладно, ребята, я уже скоро буду дома, я вам не хочу в этот раз показывать свой дом, где я живу, поэтому давайте подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, также добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, ну, в общем, все как обычно, вы все знаете без меня, ну, а с вами был я, Вилли, увидимся, до новых встреч!